Женщины разобрались? Какие выводы? Первый вывод. Если я кислая постоянно, значит я. Какой будет результат? Мороженое есть никто не будет. Меня просто выкинут на свалку и все. Второе. Если я сладкая, но только для себя, то есть я не отдаю эту сладость другим, то это тоже, это приторная сладость, она никому не нужна, слишком сладкий вкус, неприятный. Ну то есть нужно, чтобы сладкая энергия шла, ну как бы людям отдавалась. Но чтобы отдавать, нужно получать. Некоторые женщины могут отдавать, не могут получать. Получать можно от природы, мы песенку включили, да? Бежит, бежит, дорога не качается, она бежит в лед, радость. И получает в это время, получает энергию счастья. Или, допустим, она пришла на лекцию «А, я не знаю, как раз ты!» Получает энергию счастья. На Китае все энергии счастья. Женщины. И наполняет атмосферу счастьем в результате тоже. Все тоже рады. Некоторые женщины склонны отдавать, но получать не могут. Некоторые склонны получать, но отдавать не могут. Они хотят, чтобы их веселились, рады были, сами не могут как бы заботиться. Поэтому женщина должна понять, продиагностировать себя. Допустим, она не любит гостей. Не любит гостей, чтобы они приходили. Значит, она не может отдавать энергию счастья. Может получать больше. Ей нравится одной быть сидеть и наслаждаться своей женской психикой, женским телом. Ей хорошо быть одной. Но заботиться о чем-то ей тяжело. Значит, она не гармоничная женщина. Значит, у нее не будет счастья в жизни. Надо усиливать заботу в жизни. Так, чтобы счастье шло в другую. Если она, допустим, очень заботливая, везде, все время в компании, всегда, весь день, дом, короныслы, в гостях. И она потом такая садится и начинает реветь после этого. Она говорит, что ты? Она говорит, я не могу никого видеть, все. Пойдем прогуляемся по лесу. Пойдем, как бы, ну хочешь я тебя поцелую, поглажу. Она встанет в меня. Не может получать. Надо себя заставить тогда, значит. Пусть погладит. Потому что всегда, ну сначала тяжело, потом легче. Человек даже, допустим, голодный, он не может заставить себя кушать. Когда переголодал сильно, он даже не может начать есть, потому что у него ничего не лезет уже. Он заставляет. Есть анекдот про нового русского. Как бы, новый русский, он встречает своего друга, тот тощий весь, а он такой толстенький. Он говорит, ты чего такой тощий-то? И тот говорит, я говорю, что-то недоедаю. И новый русский говорит, ну надо себя заставлять. Он не понял первую причину. Да не было просто. Но иногда надо себя заставлять на самом деле. Женщина, допустим, не может ласков к мужу принимать, не может на природу сходить, получить счастье от цветочков. Она, конечно, потом уже получает, когда себя заставила. Но надо себя заставлять, иначе ты и сочтишься. Это приносит счастье. Вот такая жизнь. Понять свою природу и есть согласно ей. Когда, допустим, машина, природа машины ездит. Если она красивая, супер, просто супер, там, машина красивая, ну, ездить не может. То есть он сел за нее, зайдет, и она не едет. Ну, красивая, удобная, блин, вообще. Ну, не едет. Ну, зачем она нужна? Была девушка красивая, просто супер, вообще такая удобная, красивая, все. А не заботится и не готовит. Ну, зачем тогда нужна такая удобная, красивая, но не заботится? Ну, то есть природа женщины не просто быть красивой, а еще отдавать эту красоту, служить ей, другим. Вот это природа. Надо ее понять. И если у тебя что-то не хватает, увеличивай, нарабатывай. И некоторые женщины говорят, ну, я вот сама по себе красивая, просто, но зачем ты еще хочешь, чтобы я тебе готовила? Ну, тебе не достаточно просто, что я красивая? Ну, смотри на меня, любуйся. У меня это недостаточно. Надо еще, чтобы заботилась, ухаживала. Понятно, да, система?